Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Чему сегодня будет посвящена наша программа? Сегодня будем говорить о семенах цветов. Вообще о цветах всегда приятно говорить. Мы уже рассказывали в предыдущей программе, что наши дачники идут за семенами, покупают семена овощных культур, но как-то упустили из вида, что ни одна дачница, придя в магазин цветочный, пройдет мимо пакетов с семенами цветов. Наталья Викторовна, что нужно знать о семенах цветочных культур? Прежде чем покупать семена цветов, вы должны понимать, что вы хотите вырастить. Или многолетние цветы, или однолетние. Где вы будете их выращивать? Будете выращивать рассаду? Или будете сеять посевом семян в грунт? Поэтому, конечно, красота пакета, я понимаю, что она сразу же ложится на сердце, любой пакет, и хочется его приобрести. Но вы должны четко понимать, есть у вас вазоны, будете вы в грядку сажать. Тем более сейчас такое разнообразие возможностей приобрести различные вазоны для выращивания, какие-то горшки красивые. Прошли те времена, когда мы выращивали цветы только на грядках, в рядочек посеяли, и изобилия такого не было цветов. Сейчас купить хочется все, вырастить все, но рассчитывайте на свои силы, на размеры участка, на количество вазонов, количество грядок, и только тогда покупайте семена цветочных культур. Ну, то есть мы снова возвращаемся к вопросу о том, что нужно все четко планировать. И обязательно идти приобретать те или иные семена все-таки со списком. Конечно. И со смыслом. Заранее зная, что вам нужно на рассаду или на посев семенами в грунт. Наталья Викторовна, какие цветы выращивают через рассаду? Через рассаду очень много выращивается цветов. Это в основном те, которые имеют длинный вегетационный период, и посевом семян в грунт они просто не... Ну, зацветут, конечно, но это будут поздние цветения. Поэтому, чтобы добиться цветения летом, мы сеем семена некоторых цветов через рассаду. Ну, конечно, многие скажут, проще купить рассаду, тем более весной ее такое изобилие. Но некоторые любят сами выращивать. И многие, я знаю, наши дачницы выращивают петунию через рассаду. Но в магазине огромнейший выбор петуний. Она занимает первое место, пожалуй, среди всех цветов, которые мы чаще всего выращиваем на участке. Ну, я сегодня принесла несколько пакетиков семян петунии. И покажу, конечно, удержаться от такой красоты, чтобы ее не приобрести и не вырастить. Очень сложно. Огромное разнообразие разных видов петунии. Да, которые имеют вот такое... Крупноцветковое. Крупноцветковое, немножечко волнистое по краю. Потом сейчас семена петунии есть смесь. Не то, что вы, допустим, купили пакетик белый петуний, красный. Вот посмотрите, какая палитра окрасок. Есть петунии для открытого грунта, они кустовые. Петунии ампельные, которые нужно сажать обязательно в горшок. Есть с таким красивым ободком красным. Поэтому выбрать, конечно, затруднительно. Я понимаю наших дачниц, потому что глаза разбегаются, хочется купить все. Но не забывайте, что петунии имеют семена очень и очень мелкие. Поэтому желательно покупать петунии вот в таких небольших колбочках, в которых семян, наверное, от 5 до 10. Они гранулированы, они находятся в колбочках. А если вы купите семена не в колбах, не гранулированы... Не гранулированы, да. Работать с такими семенами будет сложно. Достаточно будет, в принципе, купить одного пакетика, и у вас будет столько растений, что вы... на весь дачный участок вам хватит, наверное, всем раздать соседям. Поэтому вот петунию, конечно, выбирайте самые, которые ложатся вам на сердце расцветки, и выращивайте петунию. Петунию мы уже много раз говорили о том, как ее правильно выращивать. Не сейте семена, не заделывайте их в грунт, просто раскладывайте на поверхности грунта. И через несколько дней у вас появятся всходы. Многие делают ошибку. Прямо заделывают семена в грунт на 1-1,5 см и долго-долго ждут всходов. Всходы не получаются. Поэтому только на поверхности. Через рассаду мы еще сеем семена цинерарии. Мне очень нравятся вот эти красивые цветы. И особенно их любят дизайнеры ландшафтные. Они очень красиво. Вот это цинерария, вот эти кустики обрамляют и дорожку. На Альпийской горке хорошо растут. И согласитесь, всегда приятно, когда у вас на участке не только зелень, а вот такая окраска листьев серебристой. И эти кустики, они не цветущие, но они сохраняют вот эту ажурную листву серебристого цвета до осени. И очень красиво смотрятся. Поэтому многие покупают. Вот вам достаточно одного пакетика цинерария, чтобы себе вырастить. Растения и посадить их на свою Альпийскую горку. Можно высевать через рассаду портулак. Многие, наверное, любят это растение, эти цветы. Они пучевопокровные. И они просто заполоняют вот этот участок, где у вас, допустим, голое место на Альпийской горке или возле пруда. Они очень хорошие пучевопокровники. И красиво цветут до поздней осени. В прошлом году посадила себе через рассаду вербену. Была ею очень довольна. Ну, во-первых, смесь окрасок, как видите. Тут не один цвет, а просто палитра окрасок. И очень красивый костик, компактный. Замечательно цветет до заморозков. Просто удаляете отсветшие соцветия, и она вновь дает бутоны. Но только жалею об одном, что она однолетник. Вот бы такую еще вербену, да многолетник, чтобы каждый год не выращивать рассаду. Но для такого красивого цветка не жалко потратить усилия, время найти, чтобы вырастить рассаду вербены. Знаю, что многие покупают рассаду веселых ребят, вот этих низкорослых георгин. И эти георгины, они как розочки. И возле подъездов растут. Многие покупают. И мне очень нравятся вот такие низкорослые георгины. Их не нужно подвязывать. Они цветут практически все лето. Так что можно купить пакетик георгин, веселые ребята, и вырастить себе для одного вазона. Не нужно много, понимаете, там 30-40 растений. Вам достаточно 5 растений, чтобы посадить вазон, и они будут украшать вашу дачу. И возле беседки этот вазон можно поставить у входа в дом. Конечно, мальва. Когда проходишь мимо наших домов, я знаю, что многие облагораживают свои подъезды. И вот у многих растет мальва. Но мы привыкли к тому, что мальва вот такая обычная. Или белая, или розовая. Простая, а не махровая. Но вы посмотрите, какая красота сейчас продается. Махровая мальва. И шток роза она еще называется. И вот меня всегда поражает, как она буйно цветет. Практически без большого ухода. Ну, когда там польет ее дождик. Но некоторые там бабушки выходят, ее поливают, обихажут. А так самостоятельная культура, которая растет долго, многолетняя. Что очень хорошо. Мне нравится, что она многолетняя. Не нужно каждый год выращивать рассаду. Один раз вырастили, и у вас рассада в дальнейшем будет всегда расти самостоятельно мальва. Можно выращивать львиный зев. Тоже очень красивый однолетник, который дает красивое соцветие до поздней, до поздней осени. И хиноцею можно выращивать. Ромашка. Замечательный медонос. Она вас выручит, потому что привлекает на участок и пчел, опылителей, и шмелей. И это будет очень хорошо для ваших тыквенных культур. Они будут опыляться заодно. И потому что и хиноцея и долго цветет, и хороший медонос. Еще можно вырастить через рассаду декоративную капусту. Мне очень она нравится. Ее можно посадить и на овощной грядке, и на цветочной грядке, и посадить в озон. И эта декоративная капуста, она будет с каждым месяцем, с каждым днем, она будет только разрастаться и меняет окраску. И до поздней, до поздней осени, до первых заморозков, она у вас будет вот такой красивый, красивый куст с резной листвой. Вообще, просто замечательная декоративная капуста. Всем советую. Хотя бы одну, даже не будьте сами выращивать рассаду, можно купить 2-3 растения рассадных и посадить. И вы убедитесь, что это замечательный такой однолетник. Ну, конечно, как видите, через рассаду выращиваем практически все однолетники. Немного многолетников. Многолетники это маргаритка и виола. Их тоже можно вырастить через рассаду, потому что так семенами в грунт они плохо растут. Так что, как видите, набор цветов, которые можно выращивать через рассаду, тоже достаточно большой. Наталья Викторовна, но если есть цветы, которые можно вырастить через рассаду, то наверняка есть и сорта таких цветов, которые не требуют выращивания через рассаду. Достаточно много цветов, которые можно вырастить посевом семян в грунт, даже в нашей зоне. Но хочу сказать, что нужно, конечно, сеять семена только после того, когда хорошо прогреется почва, когда минует вот эта угроза заморозков. И это где-то середина мая. Но заморозки у нас бывают возвратные даже еще в июне. Поэтому следите за своими посевами. И можно накрыть или в тот же вазон, где вы посеяли, или клумбочку небольшую, где будут расти у вас цветы, посеянные семенами в грунт. Перечень цветов для посева в грунт тоже очень большой. Часто мы сеем календулу. Прекрасно растет посевом семян в грунт. И календула, она обладает таким хорошим, приятным запахом. И часто очень календулу сеют на овощных грядках. Вот посеяли рядок моркови, укропа или свеклы. Посеете рядочек календулы. Она отпугивает своим запахом вот этими эфирными маслами, которые содержатся в ней. Цветы календулы можно заваривать в чай. Прекрасный, да, получается. Чай, она очень целебная. И она отпугивает и морковную муху, и помогает нам бороться с вредителями. И очень красиво цветет. Вы видите, что несколько расцветок, и она потом самосевом будет сама у вас размножаться. Она считается однолетником, но, как правило, посея в один год, вам дальше не придется ее уже сеять. А настурция? Я в настурцию просто влюблена. Есть настурция вьющаяся, которая достигает до трех метров лианы, выпускает. Ее хорошо посадить возле, допустим, мусорного, допустим, места, где вы складируете мусор. Или возле сарая. Она плетет и сделает такую большую листву, даст вам. А есть настурция, которая высота где-то 30-40 сантиметров. Ее очень хорошо сажать в приствольном круге деревьев. Вы знаете, настолько она будет забивать и сорняки под яблонями, под грушами, под сливами. И у вас будет такой цветущий приствольный круг. И зрелище замечательное. Тоже однолетнее. Но она более такая теплолюбивая. Но хочу сказать, что после заморозков хорошо потом отрастает. Немножечко прибивает ее заморозок, но потом она хорошо трогается в рост. Так что настурцию обязательно высевайте семенами в грунт. Гадыция. Прекрасный цветок, который цветет все лето. И он такой, скажем, скороспелый. Вы посеете его в середине мая семенами в грунт. Уже в конце июня у вас будет вот такое пышное цветение. Мне нравится очень гадыция. Можно для такой экзотики небольшой посеять семена амаранта. Есть петушиный гребень. Есть вот такие красивые свисающие побеги. Вы видите и красные, и зеленые. И буквально несколько растений, которые придадут вашему саду такую изюминку. То есть амарант прекрасно себя чувствует при посеве семян в грунт. Вырастают хорошие растения. Алису мне очень нравится. Он растет на альпийских горках. Растет такими кустиками пышными. Цветет все лето. Ну как можно его не посеять? А какой подсолнух декоративный? Посмотрите, замечательный. Достаточно двух-трех растений. Они же высокие вырастают. Где-то сантиметров 70-80. И посадите его на кломбе. Где-то в центре кломбы. А вокруг посадите те же бархатцы. И очень красиво будет смотреться декоративный подсолнух. Люпин мы сеем тоже семенами в грунт. Но семена у него крупные. Нужно их намачивать перед этим. Люпин бывает и белый, и розовый, и голубой. Он тоже потом хорошо сам обсевается. И не нужно в дальнейшем снова его высевать. Но про бархатцы и астры. Что говорить? Это те цветы, которые мы каждый год сеем. И можно сеять семенами в грунт. Можно и через рассаду. И, конечно, самое мое любимое – это циния. Посмотрите, какое разнообразие цинии. Это цветок, который прекрасно растет по севым семянам в грунт. У нее такая палитра окрасок. А потом эти цветы, они стоят как солдатики. Если, допустим, астра у нас может полегать от ветра или от дождей. Цинии ничего не страшно. Ни ветра, ни дожди. Есть цинии белые. Посмотрите, какие крупноцветковые. Это просто не удержаться. Вот когда я сею цинию, я беру семена всех пакетиков, разрываю пакеты, выбираю семена, смешиваю их. И у меня получается такая пестрая дорожка. Такой рядок цинии. И они очень красиво цветут все лето. А хороши, какие в срезке. Бесподобно. Так что цинию очень и очень люблю. Но хочу сказать про астры. Когда выбираете астры, тоже растеряться очень и очень легко. Вы посмотрите, что делается у нас с астрами. Есть смесь. Есть астры певновидные. Есть астры вот такие крупные. Есть белые. Есть, посмотрите, какой прекрасный цвет. Огромное количество видов, сортов. Мне кажется, здесь не сложно запутаться. Наталья Викторовна. Есть букетные астры. Посмотрите, с какой середкой красивый. Поэтому разнообразие цветов и астры, и бархат цивицы, и оно просто поражает. Поэтому решите для себя вначале, что вы хотите, как вы будете выращивать. И только потом идите и покупайте семена. Сеять уже пора. На рассаду цветы мы сеем в середине марта где-то. А семенами в грунт высеваем где-то в середине мая. Семенами в грунт. Наталья Викторовна, когда бы вы порекомендовали сеять семена рассады цветов? И что в этом случае говорят астрологи? Я принесла на нашу программу астрологический календарь. Я знаю, что многие дачники придерживаются вот этого астрологического календаря. Ну, все вы знаете, что Луна наш естественный спутник, который влияет и на погоду, и на самочувствие, и на растения в том числе. Вот этот календарь разработан специалистами, астрологами. Здесь указан список растений, культур и дни, благоприятные для посева. Есть дни благоприятные, есть дни запрещенные. И, конечно, вы перед тем, как сеять, посмотрите на лунный календарь. Потому что календарь, он показывает, в какой фазе находится Луна. Если она в первой, во второй фазе, значит, можно сеять растения, которые растут вверх. В третьей, четвертой фазе Луна как бы убывающая. И нужно сеять культуры, которые растут вглубь. И, конечно, календарь хорошо, но вы должны помнить, что в новолунии и полнолунии никаких работ в саду проводить нельзя. И в запрещенные дни тоже. Поэтому придерживайтесь лунного календаря. И хочу сказать, что слепо придерживаться, вот я призываю вас к тому, не следует. Не огорчайтесь, если, допустим, вы хотите что-то сделать, но погода вам не позволяет. Вы знаете, что календарь разработан в целом для нашей страны. Но учитывайте, в какой вы зоне живете, в каком регионе, какая будет погода. И если указан благоприятный день для посева, но на улице, допустим, минусовая температура, или холодно, или дождь, отступить от правил – это не догма. И календарь, он такой очень подробный, и рассказывает, в нем показываются даты для посева и посадки, для обработки растений, для различных посадок, декоративных культур, обработки противовредителей, болезней, внесения удобрений. Так что календарь, я думаю, станет надежным вашим помощником при выборе времени для посева на рассаду или семенами в грунт. Наталья Викторовна, спасибо за ваши ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Всего хорошего. Будьте здоровы.